Великое разделение или Великая Схизма – это церковный раскол, после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую Церковь на Западе с центром в Риме и Православную на Востоке с центром в Константинополе. Разделение не преодолено до настоящего времени. Начнем с ранней исхизмы – Фотиевой. В IX веке произошел раскол между Константинопольской патриархией и папством, который длился с 863 по 867 год. Константинопольскую патриархию в это время возглавлял патриарх Фотий. Во главе римской курии был Николай I. Считается, что хотя формальным поводом к расколу стал вопрос о законности избрания Фотия на патриарший престол, глубинная же причина раскола лежала в желании папы распространить свое влияние на епархии Балканского полуострова, что встретило сопротивление со стороны Византийской империи. Также с течением времени усиливался личный конфликт между двумя иерархами. Однако, к X веку напряжение сошло на нет, и, казалось бы, единство христианства сохранено, но амбиции западноевропейских завоевателей пагубно влияли на эту, хоть и шаткую близость, западного и восточного христианства. Политическое противостояние вскоре привело к противостоянию церквей. Начало раскола Он начался в Южной Италии. А именно, выходцы из нормандского герцогства начали осуществлять активную экспансию. Вначале нормандцы поступали наемниками на службу византийцам и лангобардам, но со временем они стали создавать независимые владения. Хотя основная борьба нормандцев велась против мусульман Сицилийского Эмирата, вскоре завоевания северян привели к столкновениям с Византией. Борьба за влияние в Италии вскоре привела к конфликту константинопольского патриарха и римского папы. Приходы в Южной Италии исторически относились к юрисдикции Константинополя. Однако, по мере завоевания земель нормандцами, ситуация стала меняться. В 1053 году патриарх Михаил Кируларий узнал, что греческий обряд на нормандских землях вытесняется латинским. Разногласия между папой римским и константинопольским патриархом основывались на разных характерах – догматических и канонических. В 1053 году закрылись все латинские церкви в Константинополе по распоряжению патриарха Кирулария. И вообще, напряжение началось в очень неподходящий для папы льва период – в период нормандских завоеваний. Кульминационным для истории всего христианства на следующие тысячу лет стало событие следующего характера – смерть римского папы льва девятого. После этого потрясения для западной церкви три папских легата, то есть представители папы римского в разных странах, вошли в собор Святой Софии и положили на алтарь отлучительную грамоту, предающую анафеме патриарха византийского. Хотя не стоит и упускать из виду следующий факт, что события 1054 года еще не означали полного разрыва между восточной и западной церквями. Ненадолго их всплотил процесс, который в последнее время набирает культ – крестовый поход. И первый крестовый поход вначале сблизил церкви, но ненадолго. При продвижении к Иерусалиму обострились разногласия. Когда предводитель крестоносцев Баймунд захватил бывший византийский город Антиохию в 1098 году, он изгнал греческого патриарха и заменил его латинским. Захватив Иерусалим в 1099 году, крестоносцы также поставили во главе местной церкви латинского патриарха. Византийский император Алексей, в свою очередь, назначил собственных патриархов обоих городов, но проживали они в Константинополе. Существование параллельных иерархий означало, что восточная и западная церкви фактически пребывали в состоянии раскола. Этот раскол имел важные политические последствия. Когда в 1107 году Баймунд пошел походом на Византию в отместку за попытки Алексея отбить Антиохию, он заявил папе, что это вполне оправдано, так как византийцы – раскольники. Таким образом, он создал опасный прецедент для будущей агрессии против Византии со стороны западных европейцев. Но папа Пасхалий II приложил усилия, чтобы преодолеть раскол между православной и католической церквами, однако это не удалось. Знаете почему? Поскольку папа продолжал настаивать на том, чтобы константинопольский патриарх признал доминацию папы над всеми церквями божьими по всему миру. Двенадцатый век Другим событием, усилившим раскол, стал погром латинского квартала в Константинополе при императоре Андронике I в 1182 году. Доказательств того, что погром латинян был санкционирован сверху нет, однако репутации в Византии на христианском западе был нанесен серьезный урон. В следствии чего, попытки объединения церквей могли усугубиться только их большим разделением. В итоге, можно сказать, что христианство разделилось потому, как показалось мне, что и папа, и патриарх конкурировали между собой за взятие мирового религиозного господства. Кстати, чуть не забыл, ребят, хотелось бы у вас еще поинтересоваться, кто из моих подписчиков принадлежит к какой конфессии или религии. В закрепленном комментарии я прошу каждого неравнодушного написать, христианин он или атеист, католик или православный, протестант или мусульманин, шиит или суннит. Жду ваши ответы, до скорого!